Кто будет отлавливать бродячих собак в Иванове? В последние дни этот вопрос будоражит СМИ и горожан. Поголовье безнадзорных животных в городе растет. Увеличивается и число пострадавших от укусов. Согласно данным городского управления здравоохранения, только за первые дни декабря за медицинской помощью обратились 23 человека. Из них 16 взрослых и 7 детей. Ежемесячно в 2012 году нападению собак подвергались 64 человека. В школу номер 62 родители боятся отпускать детей одних. Без сопровождения. Рядом пролегает теплотрасса. Она и стала излюбленным местом бродячих собак. Здесь собирается больше 10 безнадзорных животных. Мы идем в школу, вот с той стороны как раз и идем и мимо этих труб каждое утро. И каждое утро практически на нас выскакивает большая свора собак. Собаки эти бездомные, живут они в этих трубах, видимо. Кто-то их подкармливает, наверное, поскольку их здесь довольно много развелось. И каждое утро идем, и на нас эти собаки выпрыгивают. Ребенок один, у меня уже в четвертом классе дочка. Она у меня отказывается совершенно ходить одна, потому что мама, я боюсь. И мы уже вынуждены в последнее время обходить даже, эту дорогу обходить вокруг, потому что здесь пройти невозможно. В том году у нас был случай, у нас на учительницу набросили собаки, порвали ей плач, хорошо не искусали. Они бегают где-нибудь. Собаки ведут себя агрессивно, свободно бегают по территории школы и находящегося рядом детского сада. Жители соседних домов потеряли покой. На улицу страшно выйти. Пытались решить проблему самостоятельно, но за отлов животных частнику придется выложить немаленькую сумму. Мы звонили, специально звонили, чтобы их убрали. Нам сказали, вызов стоит 800 рублей, а потом уже будете рассчитываться сами. Дом управления никаких эмоций не выражают, чтобы помочь нам. Очень опасно, дети есть дети. В большинстве регионов отлов безнадзорных животных отнесен к вопросам местного значения. До осени этого года так было и в Иванове. В сентябре отлов бродячих собак прекратили. Надзорный орган в лице контрольно-счетной палаты администрации города при выполнении своих функций указал, что данная функция не должна осуществляться за счет денег городского бюджета и что эта же функция должна выполняться за счет средств областного бюджета. В связи с этим прекратили такую услугу, как отлов безнадзорных животных и направили письмо в правительство области с условием дать нам пояснение, как же дальше работать по этому направлению. Но правительство принимать новые полномочия и не торопится. В департаменте сельского хозяйства Ивановской области нам сообщили, что никаких новаций в законодательстве по этому вопросу не принималось. Для решения проблемы региональное правительство отправило запрос в управление Минюста и прокуратуру. Чиновники обещают, что к Новому году проблема разрешится. А пока отловом безнадзорных собак займется администрация города, но за счет внебюджетных средств. Юлия Миронова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.